Это история девочки Софии, которую усыновила американская семья после того, как ее усыновили. Нет, то есть первая российская семья усыновила, потом от нее отказались вновь, потом она была усыновлена в Штаты, потом от нее там отказались, она перешла в какую-то другую семью. Ну отказались, ну в смысле не отказались, она сама ушла из второй, потому что это домашнее животное для старшей дочки усыновили. Ну то есть как-то надо же дочке с кем-то играть, а с ней играть. Вот, и в общем, короче, у нее там три-четыре семьи сменилось, и в итоге она вернулась познакомиться со своей кровной матерью. Вот эта встреча была как раз с ее и кровной матерью. Ну вы можете зайти посмотреть такие дела.ру, слышь не один, и там много всяких историй, вот, в том числе и не таких веселых, как эта. Сейчас, продолжим. Ну более-менее понятно, что такое кем-то играть, да? Чуть-чуть. Это проблема как НКОшников, так и визуальщиков. Не надо работать в одиночку, если вы не знаете, как что-то работает. То есть если вы не знаете, как работает звук, не работайте со звуком, позовите профессионала. Если вы не знаете, как код писать, не пишите код, позовите профессионала. Ну это все очень просто, и на самом деле все те, кто думают, что в мире нет хороших людей, я тем более профессионал, потому что они все дорогие. Да, они супер дорогие, но чем интереснее ваша задача, а вы здесь уникальные люди, и вы это должны понять. Потому что те задачи, которые вы ставите перед производителями или перед другими авторами, такие задачи вряд ли кто-то им еще поставит. Это всегда вызов. Каждый автор, это вот возвращаясь к исполнителям и авторам, каждый автор ищет максимально сложную задачу, гораздо сложнее, чем ту, которую он решил прежде. Поэтому, приходя к реально крутым чувакам, говоря, мужик или девушка, мне нужно вот сделать так, 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 так и так, вы ему даете простор для его творчества, который он сможет сложить в себе там в портфолио, в регалии и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну в общем, суть в том, что не бойтесь обращаться к людям, которые профессионально чем-то занимаются. Если вы узнаете бюджеты, которые у нас были там по сиротству, за сколько мы подвязывали там вообще топ of the tops людей, для того, чтобы они там неделю жили где-то в Мухосранске и снимали историю про детей, вы поймете, что это просто кроши. Ну, и люди готовы идти на эти кроши, потому что это, ну, важная социальная роль, важное дело, важный проект, такого никто им не заказывал, ну и бла-бла-бла. Да, это вот то, чего я говорил в самом начале, это вот моя задача в таких делах, вторгайтесь на территорию эмоций каждого конкретного пользователя. Не надо щадить пользователя, пускай он плачет, рыдает и сходит с ума. Это ваша задача. Он сам, у него там есть куча барьеров, которые вам нужно пробить для того, чтобы его заставить сопереживать. Вот ваша задача их пробить. Нас очень сильно критиковали за проект про Чернобыль, наверное, кто-то из вас слышал, но это самый успешный спецпроект, который мы сделали в таких делах. Мы, для тех, кто не знает, 26 апреля в этом году в час 35 по Москве включили ленту новостей из Чернобыля, так, как будто бы 30 лет назад был интернет. Ну и вышли с новостью и перекрашенным сайтом о том, что срочно на Чернобыльской администанции взрыв. И люди это восприняли очень сильно двоярко. Нас до обеда все полоскали и равнялись с землей, говоря, что мы вообще, ну, как бы это помягче. После обеда нам стали писать ветераны-чернобыльцы и в личку, и публично с благодарностями за то, что мы единственные, кто вернули людей в состояние 26 апреля 85-го года. 86-го, простите. И, ну, вот эта вот провокация, которая на самом деле и была провокацией, и мы понимали, на что мы идем, заставила людей углубляться дальше. Ну, и помимо того, что они и так знают, что в час, там, 26 какой-то там кто-то не перекрыл какой-то вентиль, бла-бла-бла, и вот это вот все уже тысячу раз расписано, и 10 тысяч проектов по этому поводу сделано. Но никто ничего не понимал, как это на самом деле, а когда мы людям дали возможность, ну, примерьте, многие репостили первые, ну, вот первые там 2-3 минуты, типа, блин, опять, блин, опять. И они действительно повелись на то, что опять. И это на грани фола. Но этот день был самым посещаемым, днем в истории сайте «Такие дела», и это был самый успешный проект. Ну, помимо всего прочего, мы, там, было, объясняли в самом начале новости, что это реконструкция, и бла-бла. Ну, это, опять же, подтверждает то, что мы читаем только заголовки, мы не читаем новость. Ну, и все выводы делаем только из заголовков. И, ну, короче, куча всяких других проблем поднялась. Да, это вот то, к чему я тоже всегда призываю, когда я разговариваю, там, ну, первый раз обращаюсь к каким-то ребятам, которые занимаются кодом, и говорю им, чуваки, мне нужно, чтобы вы закодили этот, там, журналистский материал, но там будет звук. И они меня смотрят, говорят, что, дурак, какой звук? Ну, откуда звук? Мы же новости читаем, буквы. Ну, там, у нас у всех офисы тихие, и мы не можем в офисах выпалить людей, потому что, ну, типа, ну, как бы он должен работать, а он читает, тут звук пошел. Какой звук? Типа, это вообще табу-табу-табу-табу, а ты вообще не прав. Я очень долго доказывал всем, и в редакции тоже, что звук необходим, и сейчас попробую вам продемонстрировать, почему он необходим. Да, в общем, пока держите в голове, чтобы не бойтесь все спортировать звук. Спасибо. Я сейчас пока расскажу, что я буду показывать. Этот проект, пример того, как нельзя работать, как нельзя выстраивать производственный процесс в ваших изданиях или там, где вы работаете. Этот проект мы сделали за неделю, и, ну, не спали примерно все, примерно, там, шесть дней, но в итоге выпустили это, и это даже не проект, это материал, просто заверстанный чуть по-другому. Материал про двух мужчин, которые живут на Сяом озере в поселке Кудама, это там, где дети погибли этим летом, утонули в шторм. И материал рассказывает об этих двух людях, которые до приезда МЧС спасли 11 детей из этих вот всех, там, волн и с озер. Они просто, ну, решили, что они не могут сидеть на берегу, и поплыли, как мозаи зайцев, вытаскивать детей из воды. И таки спасли вот 11 человек, и мы отправили туда двух журналистов, Ксюшу Иванову, фотографу, наверное, кто-то из вас знает такого, и Ваня Чесноков, из Питера, пишущий автор. И у них была задача просто поговорить с этими двумя мужиками на предмет, ну, жизни. Как они вообще существуют, что они вообще думают по поводу разных там вещей, ну, и в том числе, как им до и после Кудамы. Ну, и вот, короче, такой обзорный текст просто про файлы двух человек, которые вот совершили подвиг. И они туда поехали, это иллюстрация того, как работать от контента, когда контент диктует форму. Они туда поехали, у Ксюши была задача сделать фотографии, у Вани была задача написать текст. Приехали, сдали фотографии и текст, и Ксюша написала, что посмотри, я тут видосиков сняла, аж три штуки. Я говорю, ну ладно, ну типа мы их все равно никуда не сможем вставить, ну, посмотри, может, что. Ну, и вот это был первый видосик. Мы когда с Поликановым открыли этот файл, ну, то есть на софт-бойх сразу в голове два слова родились. Беслан и Утоя. И мы ничего с этим не смогли сделать и поняли, что мы не можем просто выбрасывать этот видеофайл. Потом посмотрели два файла, а я могу, да, вот этим, ой, ничего себе, я могу этим не вставить. Вот, потом мы посмотрели там фотографии крутые, которые сняла Ксюша, прочитали текст крутой, который написал Ваня. Вот это вот второй видеокусок. Это вот про то, что, ну, про прилагательное. Понимаете, это не мужик сидит с рукой у лица. Это, ну, состояние мужика, который сидит с лицом у руки. Ну, понимаете, про что это? Это как, ну, не просто стаканчик с водой у Тарковского полторы минуты. Потому что он знает, почему он там. Ну, и это как бы вот про кино больше. И, в общем, они там что-то говорят, какие-то цитаты, мы все это заверстали. И это тоже, ну, то есть, вот эта фотография, это показали место. Я ничего не понимаю про это место. Ну, деревья, дорога, обычная деревня. А вот эти фотографии, мне кажется, что передают некоторое состояние автора, находясь в этом месте. И это тоже про прилагательное. И мне их гораздо интереснее смотреть, чем, ну, деревню, которую я и так видел. Второй мужик тоже, она его хорошо сняла, и про него хорошо написали тексты, даже видео вот есть. Ну, в общем. Вот, ну, то есть, вот эта вот главная картинка, мне кажется, этой истории вообще всей. А эта девочка вообще никакого отношения не имеет к этим мужикам. Это просто какая-то девочка, которая была в этот момент за берегу, но она вот что сказала. И это не автор, ну, текста написал. Это просто Ксюша Иванова сняла девочку, ну, а она ей вот это вот рассказала. И как бы, ну, вот из этих вот мелочей и штрихков, собственно, и рождается то, что заставляет людей с собой переживать, ну, и быть вовлеченным внутри истории. Дальше мы показали, ну, карту, понятно. Вот попытались понять, кто за это должен быть ответственен. Какая-то более-менее статистика. И вот эта ужасная цифра, которую нас всех шел по веру, когда мы ее увидели. Ну, в общем, мы посмотрели материал. Теперь звук включим. Сейчас. Чуть-чуть по-другому работает, да? Или нет? Или я себе придумал? И? Что? Убрать звук надо? Убрать звук надо, он вам мешает? Бей угол. Ну, вам просто некомфортно. Я пытаюсь разрушить вашу оболочку, в которой вы существуете, понимаете? Ну, я хочу, чтобы вам было некомфортно, когда вы читаете этот материал. Чтобы, ну, у вас там ножки были в воде чуть-чуть, понимаете? Ну, и так далее, в общем. Сейчас, простите. Да, ну, я по-прежнему стою на своем. Не бойтесь использовать звук, а самое главное, себя слушайте. Ну, это на самом деле очень трудно дается пониманию, когда ты... Ну, вот у меня, я помню этот момент, когда я, ну, как бы, ориентировался на мнение кого-то, мнение кого-то ориентировался и ориентировался, а потом в какой-то момент понял эту обычную базовую вещь, которую понимает любой автор. Никто не прав, и вы тоже не правы, но, как бы, ну, вас никто не может критиковать так, как можете критиковать себя вы. Поэтому, если вы считаете, что так нужно делать, значит, так нужно делать. Если кто-то считает иначе, он просто уходит, не смотрит. Но вы это делаете так, как вам нужно это делать. И не нужно вестись на, ну, на всякие, там, соцопросы, на всякие фокус-группы, консультацию с профессиональными, там, другими профессиональными людьми и с теми, кого вы назначили. Ну, то есть, это история, когда ты, ну, делаешь проект, приходишь от одного дизайнера к другому, говоришь, смотри, мы тут макет нарисовали, тот смотрит, говорит, да вы че, тут вообще все надо по-другому перерисовать. А вы, типа, два месяца фигачили, у вас там все, ну, выстроено логически, а у того просто другое мышление. Ну, то есть, у одного модерн веб, а у другой вообще, как бы, там, не знаю, все что угодно. И, ну, вы никогда не угодите всем, угодите себе. Если вас будет переть, будет переть всех. Ну, серьезно. Нужно же делать так, чтобы перло, иначе нет смысла. Да, я, в общем, на самом деле, ну, по поводу говорить все, я могу какие-то вещи еще показать. А, я, да, я сегодня вот шел сюда и понял, что у меня здесь нету супер важной вещи, которые я даже не знаю, как кратко сформулировать. В общем, дело в том, что мы 1 декабря выпустили проект про ВИЧ, первую часть проекта про эпидемию ВИЧ в России. Она посвящена ВИЧ-эктивизму. И ночью сегодня нам написали две героини, которые у нас сняты в проекте. Ну, и написали они примерно следующее. Ах, вы, сволочи, гады, вы приехали, нас тут всех использовали. И что это за неправда для нас вот всех гоните, и мы разве такие, да не такие мы. И вообще, что тут происходит такое, и как бы стыда у вас нету, мы больше не верим журналистам, и бла-бла-бла. Нас всех, ну, поматросили и бросили. Я вам могу показать ролик. Сейчас покажу вам ролик. Про который, в общем-то, была речь. А вы мне скажете, есть ли там что-то зазорное, и что я не должен был показывать. Ой, очень медленный интернет, простите. Или нет. Ладно? Ладно? Меня зовут Юлия, мне 41 год. Статус я узнала на 4-м месяце беременности. В тот момент я даже думать не могла, потому что я думала, прежде всего, о ребенке. Ребенок был настолько долгожданный, потому что я с первых дней, как я узнала о том, что я беременна, я прекратила употреблять наркотики. И на второй анализ мне сказали, что вам нужно обратиться на инфекционный кабинет женской консультации. Ну, я тут уже все поняла. Родился ребенок, все было замечательно, все хорошо у меня становится в жизни. И тут какая-нибудь фигня случается опять. А фигня в виде какого-нибудь, либо большой халявы какой-нибудь, героиного, план, либо, как в последний раз, это произошло, когда у меня умерла мама. Я настолько опекаема была ей всю свою сознательную жизнь, что я просто плену испугалась. Скорее всего, что испугалась. Наркотики им помогали забыться. Соскочить мне помогла тюма. Как бы это ни странно звучало. Я в чем-то благодарна даже. Потому что, если бы не тюма, то меня, может, не было в живых. Я ела и пила только наркотики. У меня, когда закрывали, было 43 килограмма у меня. Я кололась по 20 раз в день. То есть это нескончаемый процесс. Потеряла все, что у меня было в семьях людьми. Во-первых, до того, как меня посадили, у меня умер папа. Потом у меня умерла мама. То есть я когда освободилась, я освободилась абсолютно пустой, в комнатной квартире, в которой не было даже газовой плиты. Старая сантехника, беззубая старая страшная тёрка. Ну, с Димой связана отдельная такая история моей жизни. Когда-то, недавно, ещё до моей подсидки, Дима жил с сестрой мальчика, с которым я жила в то время. То есть мы жили в одной квартире по-четвером. Сначала был героин, потом появился крокодил. Но единственный человек, вот я ещё раз, может быть, я повторюсь, который, когда у моего ребёнка не было покушать, Дима шёл, воровал и приносил. Всё. Дима погибает. В 91-м году я первый раз заводился, не кололся, ничего, на кодиках ещё до тех пор, как говорится, не было в лёхом доступе. Была анша. На шуме начали пыли. Всё, потом, раз, после ночи уже, мак пошёл. В 92-м году я вышел, героиню был. И все сейчас жили, наверное, сейчас катаилам, творить каждый день не пора, потому что болеют. Причём он ничего не хочет делать с этим. Я ему сколько раз уже пыталась. Я его укладывала и в больницу, предлагала ему лечься в лепт-центр, и всё прочее, и прочее. Ну, бесполезно. Самое стыдное на себя. И никто не поможет. Помогают вот так девочки вот с этого, с центра, с дома этого. Постоянно спрашивают, как здоровье, поесть, пить, 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 пить. Молодцы, короче. Не, не, я не знаю, что делать, я сейчас через голову говорю. И в 2007 году я вот приехал в ЭКБ, сдал кровь, пришла бумажка сюда. Что лично, институт. Терпили, я пиво уже тоже полтора года, бросила пить. Потому что я надо по времени пить, а в тюрьме нету, что встание девице, и я бросила. Никакие неубердения, ничего не помогают. Дни опять проходит, он опять освоил. Но он говорит, что мне не за чем жить уже. Придвись, и жизненейки, по-русски, он вверх. Еще наоборот, забирают двух, а нас не могут забрать. Значит, еще наоборот, еще наоборот, крайне дам учтение, наверное. Нужно как можно больше рассказывать об этом. Донести до людей, что спид и вич, это две разные болезни. И профилактика, конечно, нужна профилактика. Если послучают терапию, нужно обязательно ее пить, не слушать этих диссидентов. Что только есть три пути передачи вич инфекции. Это инъекционный путь, половой путь, и от матери к ребенку. Все, больше заразиться никак нельзя. Ограждая их в чем-то, я борюсь с собой каждый день. Я не хочу этого скрывать. Я не знаю, что бы было, если бы передо мной положили вот эту гору героинок. Я не знаю. Хотя, наверное, я, может быть, отказалась бы. Может быть, опять же, потому что где-то там сидит эта старая наркоманка. Сейчас у меня цель в жизни это мой ребенок, которому я столько не надала за эти годы к отсутствию своего. Я понимаю, конечно, что где-то, может быть, я не права в том, что я его балую на такой степени. Но я по-другому не могу. Ну что, есть что-то здесь запретное? А кто звонил? Звонил. Героиня? Кому звонил? Когда она писала. 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 Нет, это другая героиня. Ну, Юля в том числе, она написала, что она очень расстроена тем, что вышел этот проект. Вот. Может, наш согласен я был? Скорее всего, она уже не была. Мне кажется, что история следующая. Ваши герои, даже если вы объясняете, что вы делаете, и даже если вы присылаете референсы, и даже если вы клянетесь и пожитесь, что вы сделаете из них суперчеловечных мегалюдей, думают, что вы сделаете примерно следующим образом. Смотрите, вы тут какие клевые, у нас радуга, мы по тюльпанчикам, розовыми слониками бегаем, спасаем всех наркоматов вокруг, и вот они мы. Тарам-пам-пам. А нифига. Если вы покажете радугу и то, какие они там веселенькие, и вообще будете говорить про добро, 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 вам никто не поверит. Что им сложно с правдой и какой-то своей из-за того, ну вот представьте, вы это, Юля, вы посмотрели сейчас, ну вот такое. Да, да, потому что сложно посмотреть на себя. И мне кажется, что нужно делать какую-то психологическую гильдию, где будут собираться психологи-специалисты для реабилитации ваших героев. На самом деле, это правда. И я не знаю, чем у нас закончится этот инцидент с Юлей, с Ольгой. Я очень надеюсь, что мы, ну, что мы объясним все-таки, почему именно так необходимо делать, почему именно вот через такие вещи ты можешь достучаться до людей, а через розовые слоники и радугу нет. Но пока, пока все очень, ну, сложно, и это вот то, с чем я сегодня весь день живу, и поэтому я подумал, что вам нужно сказать. Как авторам-производителям, вам как НКО, и кто еще НКО, я просто, ну, понял, что вы НКО, я хочу сказать, что не нужно хотеть розовых слоников. Не надо приукрашать своих героев, своих подопечных и себя. Говорите про то, как вам хреново и как героям хреново. От того, что героям хреново, вы хуже не становитесь. Наоборот. Ну, ставьте себя в позицию человека из фейсбука, для которого, в общем-то, плевать на вот этих людей. Ничего, наркоманы, фашисты, шпана, проститутки, чуали там, все, спарта, короче, с обрыва все. Ну, мы это просто читаем, нас лентач расшарил, и я просмотрел 150 комментариев, под вид, там вообще все. Великолепие собрано мнений. Очень толерантная страна.